здравствуйте друзья у нас настойчиво задает вопрос свой молодой человек он несколько раз меня теребенькал можно сказать ответьте на мой вопрос ответьте на мой вопрос но я понимаю что ему это важно и сейчас вот и отвечу но просто вопрос не простой и может быть половина из вас задается похожим если не таким же вопрос значит что у него получается парень молодой 24 года он по природе гуманитарий образование получил такое техническое и почему это произошло потому что он хотел эмигрировать соединенные штаты и из всех видов эмиграции он вот решил что как бы профессиональная эмиграция это то что ему нужно и дальше он вот сейчас в аспирантуре учится и она ему не родное понимаете он вот как как брак по расчету пойти он чувствует себя что он идет против себя что у него какой-то то вот какой-то талант и какое-то призвание в какой-то области а в той области труднее эмигрировать а вот в этой области может быть легче но ему в лоб это все понимаете ой это компромисс который для очень многих людей понятен я не имею ввиду именно под эмиграцию но очень многие люди всю свою жизнь делали что-то что было в лоб просто потому что им как но как бы деваться было некуда возможности ограничены семью над содержать вот у него еще нету бывает что тебя ответственность перед другими а бывает сюда ответственность перед родителями а бывает там и как перед родиной там еще чего вот всегда находится перед кем-то ответственность чтобы прожить вот не свою жизнь а вот ту которую надо значит поскольку задача стоит такая как вот как под эмиграцию да значит если если быть эмиграция не было бы фактором в этом во всем я бы сказал так живи свою жизнь и все и будь счастлив но он говорит а я же хочу эмигрировать с гуманитарной профессии как я смогу эмигрировать значит мой ответ такой есть много способов эмиграции но них не все они связаны вот с с профессиональной эмиграции я вам расскажу случай один я присутствовал при разговоре у нас там знаете студентов-то много и у всех специфическая ситуация был у нас дяденька один такой знаете в возрасте ну в возрасте то есть он уже был в пенсионном возрасте то есть он вполне мог бы расслабиться и быть в пенсионном возрасте ему ребят там мы сидим там обеды и ребята могут мужик отчеты вот это не угомонишься никак выясняется что у него жена на 20 лет моложе и значит пенсию как пенсию он не заработал потому что недостаточно много лет был в стране и если он по возрасту прекратит работать то ему дадут так называемые SSI такое ну как бы пособие по бедности многие пенсионеры советские получают когда вот сюда приезжают не заработав местной пенсии они получают это пособие называется SSI Social Security Income и он может пойти и получать этот Social Security Income но проблема в том чем жена у него на 20 лет моложе а он здесь в америке женился молодая женщина на 20 лет моложе вот и она работает поэтому если бы у него была пенсия то он бы ее получал независимо ни от чего но поскольку это пособие по бедности а у него жена работает то он в общем то не бедный и тогда вообще ничего не дадут соответственно его надо работать но если уже все равно работаешь так уже хочется больше денежки получать и пошло и поехал и вот он значит там пришел учиться на тестерах и там сидела женщина тоже так постарше вот более такая как бы с пониманием подобного рода проблем и она слушала слушала вы и говорит давно бы уже развелись и жили как все нормальные люди то есть что она хотела сказать давно бы развелись тогда бы доход жены не влиял на твой и ты как частное лицо так сказать единичный единица независимая значит получал бы свой ссс а она бы получала свою зарплату ваши доходы бы не складывались и соответственно и жили по себе вместе там никто же вас не печать в паспорте что она решает но он не правда ответил что она такая молодая такая красивая и туда-сюда и он боится что как бы вот если он так сделает что как бы она вообще от него не ушла вот но это отдельная история я просто вот эту вот эту фразу как вот вы слушайтесь еще раз она ему говорят давно бы уже развелись и жили как все нормальные люди вот фраза дело в том что ситуация в которой он оказался достаточно типичная но вот то что на 20 лет старше может быть не обязательно типичная но бывает на 5 лет старше здесь же все в одном возрасте уходят на пенсию да поэтому 65 лет там 66 там приближается скорых 67 будет вот у меня где-то 66 и 6 месяцев ну неважно и мужчина и женщина в одном возрасте уходит выходит на пенсию поэтому если там один старший на 5 лет то вот на эти 5 лет у них возникает эта проблема если он старше на 3 года значит на 3 года возникает вот эта проблема ну и возвращаемся к ситуации с молодым человеком понимаете что получается когда женщина давала совет вот этому дяденьке она в некотором смысле советовала против каких-то этических таких стандартов норм там и так далее то есть он должен прикинуться что он должен жить женой но сделать вид что она не жена как бы закосить под какие-то бенефиты чтобы как бы получать государство то чего на самом деле может быть ему и не положено вот вы понимаете о чем речь идет то есть он должен был схитрить для получения какой-то выгоды в данном случае выгоды материальной так вот возвращаясь к молодому человеку значит если бы вы в соединенных штатах вот я и не то что я вам вот от себя но если бы в соединенных штатах остановили бы там услышав русскую речь там 100 человек вот так раз два три 4 там 100 человек и сказали бы ребята вот у меня вот такая ситуация я должен заниматься нелюбимым делом для того чтобы попасть в сша может быть как-то еще можно вот чтобы и любимым заниматься и все равно попасть в сша значит они вам скажут молодой человек да не морочь никому голову и давно бы уже как все пошли бы и получили политическое убежище значит тем более что на самом деле это совсем не так не так сильно связано с тем что что-то придумывать и так далее потому что когда найдет до выяснения реальных обстоятельств вы увидите насколько насколько вы уже одно а может быть и двумя ногами там а может быть уже и руками обеими это как бы в процессе в процессе хорошо выясняется так вот вопрос чем есть решение вот такое она не 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 очень кошерное такое да ну а то что вы сейчас делаете кошерное я вам больше скажу допустим вы завтра выиграете грин карту в лотерею и надо сказать что как то вот среди тех кто играет грин карт лотерею распространю такое мнение что вот есть люди нечестные которые там политическое убежище они что-то там выдумывают а а вот это честные вот он пришел там заявку подал лотерея его выбрала и так далее и вот такая честность обалденная что когда доходит до приезда в соединенные штаты в течение месяца две трети оказывается на вэлфере 60 с лишним процентов оказывается на вэлфере вот тебе и честность вот тебе и этический стандарт понимаешь и так далее поэтому не заморачивайтесь вот это вот этой частью на самом деле я я не хочу сказать что не нужно заморачиваться этическим вопросам это не то что я говорю я говорю о том что когда у вас серьезные вещи начали начать на двух чашек весов значит вы должны выбирать решение одно из двух не идеальных не как сказать не абсолютно вас удовлетворяющих и это всегда так разве когда там жизни человека бывает вот такой набор решений из которых одно абсолютно идеально всегда чем-то люди жертвы значит тут есть другой аспект этого всего представьте себе что завтра вы выиграли в гринкарт лотерею сколько там осталось до 1 мая до значит там четыре с половиной месяца вот вы даже не 4 3 с половиной значит вот выиграли был в лотерею и приехали в соединенные штаты и вопрос то остался ну а жить то как вот вы хотите быть гуманитарием у вас призвание гуманитарной какой-то области и вы чего думаете вот вы приедете сюда гуманитариям и вас тут ждали гуманитарием и вам тут я не знаю сейчас что ну вот что гуманитарий гуманитарий здесь невостребованный человек за исключением очень узкой группы гуманитариев которые там высокого класса и так далее тем более иностранец да в гуманитарной сфере все бывает но но как вы жить будете вот сейчас 24 года приедете будет там 26 значит еще пару лет там семья одеть так жить как поэтому может быть не надо уж так это если вы нацелены на эмиграцию может быть уже не надо так катить бочку на на то что вы занимаетесь не своим делом может быть надо судьбу поблагодарить что она вас привела в такое место в такую линию профессиональную в которой вы можете решить и проблему иммиграции проблему жизни потом тоже в момент иммиграции жизнь же не заканчивается она только начинается в каком-то новом качестве ну и как ее жить то потом знать сколько тут вы в иммиграции народу ходит которые не состоялись которые не вот так вот болтают как в проруби известный продукт и и недовольны и себе нервы трепет и женам детям нервы трепет а сколько браков развалилась из-за этого он думал сейчас приедет в иммиграцию а ему тут что-то такое а оно не нет не получилось и это не на этим это не комментарии на видео оставлять удар разочаровался в блогере и пишет отписываюсь иди отпишись этой миграции как как отписаться знаете это же не то же так вот уже уже сложно даже если тебе здесь не важно уже сложно назад вернуться есть тысячи причин почему сложно значит поэтому я я бы сказал так осмыслите или переосмыслите что для вас значит иммиграция и что вы собственно хотите здесь найти в этой иммиграции вот вы уехали в сша гуманитарий который через силу изучает значит там технические науки и чего вы тут хотите что что вам тут вот я я не не говорю что не надо ради бога я так далек от этого я просто говорю вы вы определитесь потому что если вы сейчас не вот на бумажке напишите хочу вот это раз два три четыре пять потому что во первых написав это вы как бы себя программируете на это во вторых написав это вы можете потом подправить подредактировать добавить убрать переформулировать переосмыслить давайте с этого начинается и вот вот может быть здесь решение то есть я я лично я сам человек технический по образованию очень технический и в то же время я по задаткам гуманитарий меня никогда не ломало от того что я занимаюсь не гуманитарным абсолютно никогда не ломало то есть если я хочу сесть что-то написать я могу сесть и написать а если я хочу там поговорить я могу там поговорить слава богу сейчас есть youtube а до этого там и еще как вот и и чего это если у вас задатки гуманитарного человека это не значит что вы не можете заниматься инженерным трудом абсолютно не знаю это это значит что может быть вы не станете там супер дюпер каким-то гениальным там я не знаю инженером ну вы можете заниматься в инженерной области допустим если там менеджментом проектов вы можете заниматься вещами которые требуют там какого-то знания это не сделает вас меньше гуманитарем то есть я я честно гонить не вижу такой уже прям проблемы в этом во всем чем больше вы будете знать технические науки естественной науки тем больше вы будете любить потому что там есть красота невероятная тут вот человек написал под темой я там медитацию делал с ириной мам сын и человек пишет я к сожалению не могу ответить там нет ссылочки реплай он так как так написал что ему ответить нельзя и он как что вот мне это все не нравится потому что значит не не сопоставимо с математикой вот эзотерика и математика они как бы не сопоставимы я думаю милый так математика это вообще мистика это это чистая мистика это чистая форма без всякого содержания ведь а . разве . это не мистика вы где в реальном физическом мире вы где видели . у которой размера нет давайте и как это вот например там я не знаю доска там грубо говоря длиной 1 метр и такая же доска длиной 3 метра мы-то знаем что одна в три раза длиннее другой а если мы возьмем отрезки то выясняется что на отрезке там в один метр и на отрезке в 3 метра количество точек одинаковое континуум называется между ними можно поставить значит взаимно однозначное соответствие это что не мистик что ли я уж не говорю там про всем известный квадратный трехчлен который представить себе тяжело это допустим уже куда не шло но а что такое вот хорошо там двоичная система исчисления восьмеричная 16 речная десятичная но хорошо куда не шло а вот там пи-ичная система что такое одна треть в пи-ичной системе ничего себе да это же чистая мистика и есть в древнем египте кто математикой занимался жрецы жрецы мать я возвращаюсь от эзотерики и математики это красивые науки красивые и там ну там 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 есть чем восхититься там есть от чего удовольствие получить какой бы вы гуманитарные не были там и так далее поэтому ваша гуманитарность поможет вам увидеть в этом какой-то аспект я не знаю я я воспеваю как бы технические науки естественные науки это это невероятная красота вот поэтому может быть зря вы уже в так уж прямо они классные и можно красивая жизнь прожить и большое удовольствие от жизни получить и пользу человечеству там и так далее то подумайте на эту тему серьезно может быть не так все плохо вот я бы с этого начал счастливо